В эти дни в Чебоксарах ученые со всей страны и зарубежья презентуют новые разработки в гидродинамике, строительной механике и энергетических установках. На базе ЧГУ открылась 12-я международная летняя научная школа гидродинамика больших скоростей и кораблестроения. Конференция посвящена 155-летию со дня рождения академика Алексея Крылова, внесшего огромный вклад в развитие России как морской державы. Летняя школа по гидродинамике больших скоростей и ракетостроения и кораблестроения – это уникальная площадка для обмена опытом и передовыми знаниями. Об актуальности тематики говорит и число участников, которых с каждым годом становится больше. Серьезные исследования в этом направлении проводят чувашские ученые, в частности, профессор ЧГУ Алексей Терентьев. Впервые своих единомышленников ученый собрал в 1980 году. Тогда школа была организована при содействии академика Леонида Седова. А в 2002-м получила статус международный. Это дал дополнительный толчок для того, чтобы органы власти еще раз оценивали ситуации, подумали, куда деньги вкладывают. И наша государственная позиция на сегодняшний день, она такова. Мы инвестиции, огромные бюджетные средства вкладываем в человеческий капитал. Гидродинамика была одним из важнейших направлений в работе Алексея Крылова. Его главные труды посвящены кораблестроению и теории корабля, поведению судна при волнении, его вибрации, непотопляемости. На научные открытия Крылова специалисты опираются до сих пор. Они, в общем, используются достаточно широко для развития и для проектирования новых кораблей, и для оценки мореходности старых кораблей. Алексей Николаевич Крылов создал фундамент гидродинамики. Его книга «Приближенные методы высшего анализа» – это до сих пор актуальная книга. Это направление очень хорошо развивается, и это видно по нашей технике, которая сейчас создается. В научных изысканиях заинтересованы многие отрасли промышленности, в том числе и оборонная. Ведь кто быстрее продвигается, тот и имеет преимущество. Разработки ученых смело берут на вооружение военные и гражданские ведомства. Самый интерес, что это очень актуально и для Австралии, потому что Австралия вся окружена морем, и это есть альтернативный источник форма транспорта. В рамках форума работают четыре секции. Научные доклады представят более 70 участников. Исследователи определят направление дальнейшего совершенствования знаний в области гидродинамики и кораблестроения. То, что в Чувашии продолжают дело классика корабельной науки, высоко оценивают и его потомки. Почетным гостем конференции стала правнучка Алексея Крылова Мария Капица. Это мой первый визит, и поэтому я очень рада и благодарна организаторам, что меня пригласили, потому что это просто такое событие, которое запомнится, особенно поездка на родину. Лидия Галактенова, Павел Иритко, Владимир Синдей, Вести Чувашия.